МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Александр Крымов, начальник Академии в СИН России. Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что ожидается в ноябре? В Академии в СИН. Какой форум будет? Какое название он носит? Действительно, 21, 22, 23 ноября, в соответствии с планом работы в СИН России на календарный год, на базе Академии состоится третий международный пенитенциарный форум преступления, наказания, исправления. Это основное научно-практическое событие текущего года. Ну и, наверное, можно отметить не только 17-го, а двух лет. Поскольку в 2013 году, когда было принято решение о проведении первого пенитенциарного форума, после его проведения руководством, учеными, практиками, участниками форума, было принято решение проводить данный пенитенциарный форум один раз в два года. И вот уже в третий раз мы принимаем большое количество гостей. Что такое пенитенциарный форум? Перед тем, как приступить первый раз к его проведению, мы проанализировали историю форумов, конгрессов по пенитенциарной тематике, мировую историю. А это 18-й, 19-й, 20-й век. И пришли к выводу, что фактически раньше это были совещания министров, руководителей пенитенциарных служб. На базе Академии в СИН России в Рязани проводится не просто совещание, а проводится широкий круг научно-практических мероприятий, которые собирают не просто руководителей, а видных ученых с мировым именем, виднейших российских ученых, общественников, которые занимаются вопросами исполнения наказания в местах лишения свободы, практиков. И в рамках форума проводится большой комплекс научных мероприятий по всем направлениям деятельности в СИН России. А таких направлений очень много. Но там же еще иностранцы, их очень-очень много, более 30 стран-участниц. Как вам удалось привлечь иностранных граждан, исполнительные системы иностранные? Ну, надо, наверное, отметить, что уже на первом форуме была проведена встреча с участниками форума, государствами и странами СНГ. И был подписан протокол о намерении создать Совет главпенитенциарных служб стран СНГ. Такой совет впоследствии, в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, был создан и он функционирует. Поэтому сегодня традиционные участники форума – это, конечно, страны СНГ. Но все интересное, наверное, где бы оно ни происходило, не может быть незамечено. И к форуму присоединились в очень скором времени различные государства. И надо отметить, что постоянными участниками форума является руководство Международной ассоциации тюрем исправительных учреждений, Европейской ассоциации тюрем исправительных учреждений. После первого форума создан Международный электронный пенитенциарный журнал. И поэтому сегодня не приходится, к счастью, никого уговаривать. А зарубежные государства, зарубежные пенитенциарные службы сами высказывают инициативу и просьбы приехать поучаствовать в этих мероприятиях. Какова цель этого форума? Есть ли у вас какие-то планы, что должно произойти уже к завершению, спустя три дня? Ну, цель это создание и дальнейшая работа международных российских диалоговых площадок по обсуждению наиболее актуальных вопросов деятельности уголовно-исполнительной системы, ее научному обеспечению, подготовке высококвалифицированных специалистов, переподготовке, повышению квалификации по направлениям деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Это как исполнение наказаний в местах лишения свободы, исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ну и различные, безусловно, направления деятельности, связанные с экономикой, с хозяйственным, с тыловым обеспечением деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Вы все эти темы будете обсуждать, или есть какие-то центральные, которые надо будет обязательно подняться, где необходимо произвести какие-то изменения? Все, что касается человека, наверное, нельзя сказать, что какая-то тема не является центральной. И медицинское обеспечение осужденных, и исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и материально-техническое обеспечение, и подготовка кадров, все эти вопросы очень тесно взаимосвязаны, и не могут не рассматриваться на площадках форума. Именно поэтому общее количество мероприятий в текущем году возросло более чем до 60. Форум работает теперь не два, а три дня. Вот исходя из предыдущих форумов, можете отметить какие-то реальные изменения, которые у нас в уголовно-исполнительной системе уже произошли по итогам прошлых форумов? Безусловно, что те рекомендации и форума, первого форума 2013 года, и второго форума 2015 года были использованы в ходе повседневной практической деятельности по направлениям деятельности в СИН России. Ну, я могу сказать просто, что если говорить о научном обеспечении реформирования уголовно-исполнительной системы, то по итогам двух форумов издано более 500 монографий, учебных пособий, практических и методических рекомендаций по направлениям деятельности в СИН России по исполнению конкретных видов наказаний. Но это не только исполнение наказаний, это психологическая помощь, социальная адаптация, подготовка к освобождению. И, конечно же, бесследными те мероприятия назвать нельзя, поскольку ряд изменений в действующее законодательство внесен на основании серьезной работы по идеям, которые были высказаны на площадках первого и второго форума. И третий форум – это обобщение двухлетней практики, обобщение и анализ изменений, обмен опытом деятельности в СИН России, зарубежных пенитенциарных служб. Ну, а обмен опытом всегда приводит к поиску чего-то нового, к каким-то новым выводам, которые будут обобщены и внедрены в практику. За последние годы у нас сильно претерпела изменения уголовно-исполнительная система? Работа проведена, конечно, большая. Работа проводилась на основании концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. И эта работа, безусловно, продолжается. Академии поручена подготовка нового проекта программы развития уголовно-исполнительной системы на 2020-30 годы. И мы такую работу начали. И форум, как и другие научные и практические мероприятия, одна из площадок изучения, апробации новых идей. А вот скажите, с вашим приходом в Академию правоуправления произошли ли какие-то глобальные перемены? И к чему вы ведете Академию? Ну, наверное, я не должен говорить о том, что с моим приходом что-то произошло. Я отмечу, что учебному заведению 83 года. И его традиции, его авторитет, престиж его диплома, престиж его научных школ, профессорско-преподавательского состава формировался десятилетиями и многими поколениями ветеранов. За что мы им каждый день должны говорить спасибо. Был создан мощнейший фундамент. И именно в 70-м году Рязанская высшая школа МВД СССР создавалась по пенитенциарной специализации. После передачи уголовно-исполнительной системы в Министерство юстиции и Рязанский тогда институт правоэкономики был передан в Министерство юстиции в составе уголовно-исполнительной системы. И впоследствии создана Академия всей России. Последние 6 лет мы работали в соответствии с концепцией развития Академии. Мы попытались что-то сделать для того, чтобы был развит тот успех, те достижения, которые были сделаны предыдущими поколениями. Александр Александрович, у нас же наверняка есть в России и другие вузы, которые готовят будущих работников уголовно-исполнительной системы, но наверняка наши Рязанские отличаются. В системе ведомственного образования 7 высших учебных заведений. Они расположены в различных городах, например, Вологда, Владимир, Пермин, Новокузнецк, Самара, Воронеж. Академия в Рязани – это ведущий вуз. Это самое большое количество курсантов, студентов, самое большое количество специальностей, самый большой научно-педагогический потенциал. Это подготовка управленческих кадров. И только в Рязани многопрофильный вуз, самый многопрофильный вуз, и только в Рязани готовят руководящие кадры на высших академических курсах для уголовно-исполнительной системы. Но я отмечу, что все достижения сегодняшнего дня и этот форум были бы невозможны без постоянной поддержки Федеральной службы исполнения наказаний, без постоянной поддержки правительства Рязанской области, администрации города и наших коллег. Поэтому, пользуясь случаем, я должен сказать им спасибо за такую поддержку, за такое взаимодействие. Для самого вуза вот этот форум, он является ли каким-то знаковым, помогает ли развиваться также педагогическому составу, тем же курсантам? Они же все это наблюдают? Для самого вуза это очередной серьезный рывок вперед. Прежде всего, это очередное серьезное испытание. И возможность сказать самому себе, имеешь ли ты право двигаться дальше и как двигаться дальше. Поэтому это серьезное испытание, это серьезный рывок вперед. В глазах курсантов вуз предстает в другом свете, потому что в него приезжает широкий круг. На данный форум к нам приедет более 500 гостей с различных регионов России, и, как вы сказали, с целого ряда зарубежных стран. Поэтому в глазах студента, курсанта это авторитет. Что касается студентов, я отмечу, что в последние годы они более активно, эффективно идут в вуз, поскольку, наверное, в Рязани, в Рязанской области это основной профильный вуз по юридическим специальностям. Скажите, а кто является учредителем этого форума? Кто вообще все это организовывает, помогает вам? Учредителем форума является Федеральная служба исполнения наказаний и непосредственными организаторами, те, кто осуществляет большую работу по подготовке, проведению форума, это Научно-исследовательский институт в СИН России и, безусловно, Академия в СИН России, поскольку именно в нашей базе пройдут все мероприятия. Учредители форума это Ассоциация юристов России, это Попечительский совет Уголовно-исполнительной системы. Среди участников форума руководители органов государственной власти управления, общественность, представители различных государственных органов, образовательных, научно-исследовательских организаций и широкий круг участников. Скажите, как вы можете кратко охарактеризовать этот форум напоследок и что бы хотелось увидеть вот по завершению уже? Научный третий международный пенитенциарный форум это самое главное научное мероприятие Федеральной службы исполнения наказаний Академии в СИН России за последние два года. Результат работы форума это новые идеи, которые впоследствии будут воплощены в соответствующие издания, практические и методические рекомендации для сотрудников, новые способы и методы работы, новый опыт работы и соответствующие законопроекты по направлениям деятельности Уголовно-исполнительной системы. Изменения, связанные с подготовкой высококвалифицированных сотрудников, будущих сотрудников в СИН России. Я уверена, что форум действительно принесет свои большие плоды, которые помогут улучшить нашу уголовно-исполнительную систему. И есть ли у вас пожелания к нашим рязанцам или может быть гостям города, которые нас увидят? Счастья, здоровья, успехов и пользуясь случаем, мы приглашаем на наши мероприятия. Любые мероприятия, которые проводятся в учебном заведении, они открыты, и мы всегда рады нашим гостям. Спасибо вам, что вы пришли. До встречи. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова